В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения драматурга Александра Островского. Его творчество стало важнейшим этапом развития русского национального театра. В каждой его пьесе яркие персонажи, интересные сюжетные перипетии, образный, но в то же время простой, понятный язык. Поэтому его произведения пользуются большой популярностью как у актеров, так и у зрителей. У Островского, у него вот так выстроено, он учился у испанцев, у испанских драматургов, и там герои вообще, вот они что думают, то и говорят. Поэтому получается роль более такой выпуклый, более такой вот полноценный. Зрителям очень нравится Островский, они радуются его спектаклем, просто вот как дети сказком. Не надо ничего выдумывать, нужно просто идти за Островским. И придешь куда надо, говорит режиссер театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев. Для самарских зрителей он поставил на сцене пьесу «Богатые невесты» в рамках фестиваля «Театральная весна Островского». Это история о простых людях, их идеалах и неидеальных поступках, о выборе между материальным благополучием и нравственными ценностями. Моя героиня очень со сложным характером, потому что в молодости она была светлым, чистым, искренним человеком. Воспитали ее совершенно иначе. Гордую, со всеми нашими пороками. И потом уже в этом возрасте ее пытаются переделать обратно вот в этого ангелочка чистого, нежного. И у нее складывается серьезная работа в голове. Интересно, что пьеса «Богатые невесты» не была оценена современниками Островского должным образом. Про такие произведения обычно говорят, что они написаны для будущего. И действительно, сегодня зрители принимают спектакль с особой теплотой. Фестиваль «Театральная весна Островского» продлится до конца апреля. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.